Привет, друг! Меня зовут Света, это снова на канале Лени Лоренц. Добро пожаловать обратно на мой канал. Перезаписываю это видео уже во второй раз, потому что с микрофоном произошла какая-то странная история. Я не знаю, что с ним случилось, но в настоящий момент он стоит рядышком на коробке. И я надеюсь, что звук в этот раз будет гораздо лучше. Сегодня я хочу поделиться с тобой пятью советами, которые я пробовала просто на собственном практическом опыте по поводу копирайтинга и того, насколько он может подойти тебе, насколько он может стать твоей профессией. Говоря о копирайтинге, я подразумеваю, наверное, любую писательскую рекламную деятельность, связанную с интернетом, с продвижением, с написанием продающих информационных текстов, постов, продвижением SEO-текстов. В общем, практически любая область, которая связана с интернетом, с писательством, даже журналистику, наверное, я могу отчасти сюда отнести, потому что, знаете, когда я еще училась в универе, я закончила универ в 2014 году, и преподаватели на лекциях просто люто клялись нам, что копирайтинг и журналистика — это кардинально разные вещи. И, быть может, в то время тогда это реально так и было. Но сейчас со своим опытом я замечаю, что границы, они постоянно как-то стираются, и журналистика все больше все-таки приобретает черты рекламного копирайтинга. Плохо ли это хорошо? В большей части, наверное, не очень хорошо, но, как говорится, нет куду без добра. Я оговорюсь, что все, что я буду здесь рассказывать, основано сугубо на моем практическом рабочем опыте. Я не читала никакие, знаете, вот лекции, какие-то мастер-классы, которые постоянно выскакивают в рекламе ВКонтакте, типа там, зарабатываете по 20 тысяч в день после просмотра нашего видеоролика, там, оплатите 30 долларов, и вы станете супер-мега-автором. И будете работать с себя, отдыхать в Таиланде, работать, не знаю, где-нибудь на Бали, и все, у вас будет чекек-буки. Нет, у меня все гораздо более жизненно. Я около пяти лет уже работаю в этой сфере, я успела поработать в абсолютно разных компаниях, я занималась всем, чем только можно, поэтому очень хочу с тобой поделиться своими наблюдениями. Ты знаешь, я написала пять советов, но, по моему мнению, все это дело можно было уместить в одну единую мысль. Поэтому давай я буду говорить, как вот душенька поет, как оно идет, не буду как-то четко делить, потому что смысла в этом особого нет. Но, чтобы видео как бы выглядело более-менее красивым, напишу все-таки в заголовке именно пять советов. Итак, первое. По моему мнению, в копирайтере должен идти человек честный и порядочный. И ты сейчас можешь мне поправить и сказать, что, ну, как бы да, но это ведь относится вообще к любой работе, к любой сфере деятельности. Я отчасти с тобой соглашусь. Но главная мысль, что я хочу донести до тебя в этом видео, что копирайтер, журналист, если он работает, допустим, внештатно, да, эта профессия подразумевает работу на себя в любом случае. Работаешь ли ты на компанию, работаешь ли ты на редакцию, на какого-то человека, дядю, тетю, и ты работаешь на себя, не имеет значения, ты всегда должен быть настроен на дополнение своего портфолио. Твое портфолио должно быть твоей визитной карточкой, твоим имиджем и твоим лицом. Нельзя допустить каких-то сильных грехов, темных пятен, как говорится, в своей рабочей биографии, просто потому что, да, это твое лицо. Знаете, как у Пушкина, береги честь с молодым, береги свое портфолио с молодым. Потому что на своем рабочем опыте я убедилась в том, что существует большое количество не очень порядочных людей, которые могут воровать материалы, выдавать их за свои, копировать просто тексты из интернета, или просто выполнять работу ужасно некачественно, безответственно, срывать сроки и так далее. Копирайтер быть таким не должен. Почему, когда я начинаю снимать, забивают свои, плачет ребенок, наверху падают шкафы? Почему? Потому что, если вдруг этот не очень порядочный человек придет работать в какую-то другую компанию, компания просто пробьет его бывшее место работы, и там им расскажут, что да, есть такой человек, он ужасно непорядочный, он подведет всю вашу организацию и приведет вашу компанию просто к краху. То есть вы не получите желаемую работу просто из-за своей былой непорядочности, нечестности, очерните свое имя, поставите пятно на своей профессиональной биографии. Следующий момент, уже, наверное, второй или третий, это постоянное желание развиваться, не бояться узнавать новое, учиться и всегда следить за свежими новостями и тенденциями. Банальный совет, но я переведу тебе пример. Я, когда жила в Подмосковье, у меня был мой парикмахер, парикмахер-мастер, мастер-парикмахер. И парикмахерская находилась в непослушном подмосковном городке, но этот мастер, он замечательный. Если вы погуглите в Инстаграме том же, какие-то европейские, американские салоны красоты, вы посмотрите вот эти вот модные тенденции на перечески, на окрашивание, на стрижки, то вы заметите вот эти вот, правильно, красивые тенденции в мире моды. Это же не то, что в мире моды, это вот стильные перечески и укладки, которые идут всем. Сейчас в моде, да, естественность, никаких тонн лака, ничего такого, знаете, напыщенного, скажем так. Но когда я приехала в Кострому, я заметила, что здесь как бы парикмахеры как будто не развиваются, как будто они еще далеко-далеко застряли в Советском Союзе, и они продолжают делать какой-то определенный набор стрижек, причесок, вероятно, просто потому что других не знают. И как-то даже в том же Подмосковье я пришла в совершенно неизвестный маленький салончик, попросила мне выбрить виски затылок и сделать сзади небольшой узор. И парикмахерша посмотрела на меня очень странно, она вообще не поняла, что я хочу. Она, наверное, первой жизни делала узор кому-то на голове. И я говорю, это к чему? Постоянно развиваться, следить за новыми тенденциями, за новыми вияниями. Что касается копирайтинга и журналистики, повышать свои знания, читать книги. Сейчас огромное количество реально классных книг по тому же SEO-продвижению, по написанию вкусных текстов и заголовков, вот реально интересных, написанных простым языком. Я, кстати говоря, оставлю вам название очень классных книг по SEO и по рекламе. В общем, это универсальные книги. Мне кажется, даже если вы далеки от профессии копирайтинга, вам просто хочется как-то расширить свой кругозор. Я думаю, вам будет интересно, потому что авторы сейчас пишут классно. Это не какие-то очень сложные учебники, написанные каким-то научным языком. Вот хочется вам или нет, вы должны быть в курсе всего, что творится в мире. Как бы вам, может быть, грустно не было. Просто стараться не воспринимать это близко к сердцу, принимать на свой счет. И вот спустя годы я немножечко, немножечко этому научилась. И четвертый уже, наверное, момент. Стараться не сидеть в болоте за три копейки и прикладывать бумажки с места на место. Я считаю, что такая работа, она постепенно вообще уходит, наверное, из российских реалий. Но еще есть такие компании, которые предпочитают сидеть тише воды, ниже травы. Типа, нам хорошо, стабильно. Мы не будем ничего делать, мы не будем прыгать выше головы, мы не будем равняться на какие-то мировые успешные компании. Мы будем вот сидеть, работать и палец за палец ничего не делать, потому что нам за это не платят. К сожалению, да, у такой компании никакое развитие, никакой успех, там, не знаю, большая зарплата. И доверие людей, к сожалению, не слетит. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью, копирайтинг это не об этом. Это постоянное развитие, постоянное движение вперед, потому что конкуренты не дремлют. Врага нужно знать в лицо, как говорится. Ну да, я не считаю конкурентов врагами. Но конкуренты это в первую очередь твои друзья, твои соратники, которые могут реально помочь тебе найти какие-то ошибки в твоей работе, могут даже каким-то образом подсказать тебе, что делать дальше. Вы знаете, например, если вы зайдете в какой-нибудь паблик ВКонтакте, я не знаю, ну, например, поиск работы, то вы заметите, что у них сбоку всегда есть какие-то партнеры по бизнесу, просто друзья, группы, с которыми они дружат. И они регулярно обмениваются каким-то контентом. Кто-то репостит у них посты, кто-то просто рекламирует статьи на своей страничке. Они постоянно друг с другом взаимодействуют, и таким образом их аудитория постоянно контактирует с другой аудиторией. Происходит обмен вот этими вот читателями, пользователями, ввиду чего обе компании остаются в выигрыше, а вы говорите конкуренция. И в заключение я хочу вам рассказать тоже такое наблюдение. Это просто вот с потом и кровью выведено мною. Если вы хотите что-то сделать, либо берите команду единомышленников, эта команда не должна быть большой, она просто не может быть большой, это 3-5 человек. Это единомышленники, это люди, которые влечены вот этой вот вашей общей идеей, какой-то, может быть, философией вашего бизнеса, вашей цели. Вы будете смотреть в одну сторону, в одном направлении. И вместе генерировать идеи, вместе работать, чтобы вам было интересно друг с другом, и чтобы вы преследовали общую цель. В таком случае такая команда обречена на успех. Набрать такую команду крайне сложно, поверьте мне. Это очень тяжело, но это возможно. Методом пропа ошибок это все приходит. И да, если вы хотите быть профессионалом, если вы хотите быть мастером, универсалом, копирайтером, которого просто люди и компании будут сами, работодатели, приглашать на собеседование, то вы не должны бояться, во-первых, учиться новому всегда. Вы должны делать все самостоятельно. Я не говорю о том, что копирайтер должен там выносить мусор, красить стены, делать еще какие-то вещи, совершенно неприменимые к его работе. Я говорю именно о том, что если вы хотите чего-то добиться, если вы хотите и желаете продвижения своему бизнесу, своей компанией или компанией, в которой вы работаете, неважно, если вам близки ее идеи, ее концепция, то вы должны стараться уметь все. Я всегда говорю, что если вы там хотите поручить какому-то человеку написать заголовок, типа, ну пусть он напишет. Не факт, что этот человек может написать заголовок хорошо, если он с этим не знаком. Попробуйте почитать статьи, посмотрите видео, узнаете, как красиво и вкусно писать заголовки, чтобы читателю хотелось кликнуть на статью и прочитать уже ее содержимое. Это все возможно, это все изучается. Нет, ничего невозможно. Я всегда говорю, что есть YouTube, есть другие паблики, есть статьи в интернете. Если вам что-то непонятно, если вы хотите узнать, как, не знаю, писать какой-то простой код, как, не знаю, поменять оформление на сайте, как написать описание там к чему-то, поменять шрифт, погуглите, посмотрите на YouTube. Скорее всего, на YouTube это уже точно есть, и далеко не один блогер снял какое-то видео, которое может вам помочь. Не нужно ничего бояться. Есть интернет, и его возможности, на самом деле, неисчерпаемые. Я с каждым днем об этом убеждаюсь. Я люблю интернет, можно так сказать. Я люблю интернет за его возможности, за то, что эта всемирная паутина позволяет вам быть в курсе событий, позволяет вам быть творческим, созидательным и познавать новое просто каждый день. То есть вы не ограничены, вы не имеете никаких ограничений, хоть вы сидите, допустим, на четырех стенах. Так что, друзья, не знаю, все ли это, что я хотела сказать. Мне кажется, это только маленький-маленький процент от всего, что у меня сейчас в голове. Так что, если у тебя, друг, остались какие-то вопросы, если ты хочешь узнать от меня еще больше про копирайтинг, про удаленную работу, про фриланс, про журналистику, про ведение группы ВКонтакте, в общем, все, что с этим связано, пожалуйста, оставляй свои комментарии внизу. Я либо отвечу на них внизу, либо, может быть, сниму отдельное видео ко всему этому. Также обязательно подписывайся на мой Инстаграм, на мой творческий паблик ВКонтакте и читай мои литературные произведения на proza.ru, потому что я, конечно, в душе больше писатель и литератор, чем журналист. Но, тем не менее. Все, давай, если у тебя есть вопросы на какие-то еще темы, оставляй комментарии всегда. Все, увидимся в следующих видео. Давай, пока-пока. Пока-пока.